А знаете ли вы, что Китай это единственная в мире страна, в которой находится 4 мегаполиса с населением свыше 10 миллионов человек. Ежегодно здесь используют до 45 миллиардов палочек для еды. В 2010 году в Китае возникла дорожная пробка, которая длилась 12 дней и растянулась почти на 100 километров. Все знают про удушающий смог, правила одного ребенка и подделки мировых брендов. Но Китай гораздо интереснее, богаче и разнообразнее, чем кажется на первый взгляд. И сегодня вы в этом убедитесь сами. Мы отправляемся в Китай. Ну а нашим путеводителем в эту страну встанет Василий Сгардан. Доброе утро или Нихау! Нихау! Нихау, Василий! С чего началось ваше путешествие в Китай? Мое путешествие в Китай началось, когда я был в девятом классе. Я начал ходить на курсы китайского языка. И с тех пор уже интерес начинал повышаться. И моя первая экскурсия в Китай была 5 лет назад. Это была просто экскурсия? Просто экскурсия. То есть сейчас вы учитесь в Китае, скажем так, для наших телезрителей. Да, да, да. Поэтому вы действительно эксперт в этой стране, да? Да. Какими знаниями нужно обладать, планируя путешествие в Китай? Расскажите, поделитесь своим опытом. Ну, во-первых, надо знать язык, чтобы разбираться в этой стране. Потому что... Нихау недостаточно? Нет, недостаточно. Потому что там многие не имеют хорошего уровня английского. Так что надо знать язык, чтобы разобраться. В интернете другая информация, что китайцы знают английский, кстати. Только в туристических местах. А если человек хочет, к примеру, сам попутешествовать, будет сложновато. Так что надо знать заранее, планировать все, что... Да. Единственное, что в Китае все китайцы пользуются приложениями. Это означает, что они даже не пользуются кэшем. Любых... Не имеет значения, в каких местах. К примеру, даже если ходишь по улицам и хочешь купить себе стрит-фуд, ты не... Ты просто так его не копишь. То есть кэш не примут? Примут, но это у них уже не модно. Они пользуются китайскими приложениями, они пользуются телефонами. Вот аккаунт, банковский аккаунт зарегистрирован в телефоне, и уже через телефон они могут себе купить все что-либо. Абсолютно все что-либо. Абсолютно. То есть если ты из дома вышел утром и забыл телефон, считай, день пропал, нужно возвращаться за телефоном. Да, без телефона это невозможно, почти невозможно куда-либо пойти. Что еще вас удивило и поразило первый раз, второй раз и третий раз? То есть как бы... Что бросается явно в глаза? То есть вот эта вещь дальше. Больше бросается вид, потому что у них собственный стиль, и они пользуются этим, чтобы обратить внимание на туристов, чтобы все заметили, что у них особенного. То, что еще меня поразило, это их менталитет. Даже если они умеют разговаривать на английском, тоже будет сложно иметь какой-то контакт с ними, потому что... У них китайский английский. Да, у них китайский английский. Поэтому даже если они со своего языка переводят на английский, будет как-то... Можно даже не понять их смысл. Я так понимаю, что как и для нас китайцы, ну практически на одно лицо, ну так устроен европеец, наверное, да? Да, да. То же самое, когда появляются туристы в Китае, есть особое отношение к ним, да? Да, есть особое отношение. К примеру, они любят белых людей, они могут к тебе подойти, могут взять телефон и попросить с тобой сфоткаться селфи, могут даже тебя сфотографировать. Просто они будут сохранять эту фотографию в телефоне, даже не знаю, почему они... Что они будут с ней делать до конца своих дней с этой фотографией, но они ее сохранят в телефоне и покажут всем своим друзьям, что они нашли белого человека на улице. Я знаю, что вы с остальными своими однокурсниками даже пользовались этой привилегией. Расскажите, как? Пользовались? Ну да, мы пользовались, потому что мы хотели почувствовать себя как звезды, поэтому, когда мы ходили по улицам к нам, и подходили китайцы, девушки, мальчики, даже пожилые люди приходили к нам и начали общаться на китайском. Короче, мы в центре внимания. Скажите, пожалуйста, а какие достопримечательности обязательно стоит посетить, отправляясь в Китай? Конечно, огромные, это, как говорится, о России или Америке. Ну, во-первых, стоит посетить знаменитые места, как Пекин или Шанхай, потому что они самые известные, и китайцы специально сделали этот город, чтобы привлечь иностранцев. Там есть даже специальные места, даже, можно сказать, какие-то мини-города, там есть подземки, где туристы могут зайти и торговаться с китайцами, чтобы купить что-либо. Вот относительно торговли, насколько я знаю, вы рассказывали, расскажите об этом, по поводу скидок и всего остального. Да, вот, особенно есть, можно встретить в подземке в Шанхае или есть специальное место в Пекине. Иностранцы просто могут зайти, и китайцы к ним чисто подходят, чтобы что-то им продать. То, что люди находят в Алиэкспрессе, к примеру, там есть гораздо больше. И по очень большой, я имею в виду, со скидкой. Очень большая скидка. Они обычно любят ставить высокие цены, но если ты знаешь их менталитет, если ты любишь торговаться, ты можешь купить от 30 до 60% дешевле. Здорово. Местная еда, насколько она колоритна и насколько к ней можно привыкнуть? Я до сих пор не привык. Сколько вы живете в Китае? Уже год живу, и я до сих пор не привык. Стоит попробовать эту еду, но это уже есть разница, чтобы ее пробовать и есть ее каждый день. Это потому... То есть это в основном рис, рисовая лапша? Рис, лапша, но есть разные рецепты. Но в основном там рис и лапша. Во сколько обойдется путешествие в Китай? Я имею в виду цены на билет, проживание, еду, минимальность. Я студент, живу по стипендии, но если купить билет в один конец, можно купить от 400 до 500 евро. И специальный сайт, на который стоит зайти? Да, есть специальный сайт, называется trip.com. Это китайский сайт, но он более международный. Очень выгодно пользоваться этим сайтом, чтобы забронировать отели, чтобы покупать билеты в Китай или с Китая куда-то лететь. Тоже можно найти подешевле. То есть это наиболее выгодное предложение? Даже билеты на поезда можно забронировать. Единственное, что чтобы выйти с одного города в другой, постоянно надо пользоваться паспортом. Правда? Да. То есть нельзя выйти из города без паспорта. То есть постоянно паспортный контроль? Да, да, везде. Это что касается перелета проживания и питания. Во сколько обойдется и что еще нужно учесть? Питание, можно сказать, если знаешь, как экономить, можно... Расскажите, как экономить. Как экономлю? Просто покупаю еду, обычную картошку и готовлю молдавскую стрипню. Правда. То есть в магазинах Китая можно найти обычные продукты? Можно найти обычные продукты, но в основном молочные продукты и хлеб, они очень дорогие, можно сказать, в три раза дороже по сравнению с нашими ценами. И они невкусные. То есть еда, в принципе, недорогой аспект, если мы берем в целом путешествие планируем. Да, да. Не так дорого. Нет, недорого. В день на сколько можно прожить, если в долларах или в евро? В долларах или в евро? Можно сказать, в день можно потратить 20-30 евро, если у тебя уже забронированы отели, ты хочешь чисто посмотреть местность и покушать в обычных забегалоках. Окей. Что касается отелей или места проживания, если планировать путешествие, где это лучше делать и во сколько это обойдется в сутки? В Китае лучше все делать онлайн, потому что для них это более выгодно и это у них модно. Можно через это приложение Trip.com. Но насколько я живу в Китае уже год, я уже пользуюсь китайскими приложениями, где там можно найти все гораздо дешевле. Просто туристы не могут этим пользоваться, потому что нужно иметь китайский банковский аккаунт в телефоне. Другой нельзя зарегистрировать в эти приложения. Ясно. Хорошо. Хорошо. Говорят, сверчок один из самых популярных домашних питомцев в Китае, даже устраивают сверчковые бои, которые гораздо популярнее петушиных. Вы слышали что-нибудь об этом? Я не слышал, но я был один раз в гости у одной пожилой женщины, и у нее в клетке был большой сверчок. Кстати, о пожилых женщинах говорят. Бабушка, главный член семьи в Китае, это вовсе не муж, не жена, не дети, а бабушка. И как со стороны мужа, так и со стороны жены. Пожилая женщина у китайцев это считается хранительницей семейного чага. Вот дедушка совершенно бесполезный член семьи, и даже про него ходят разные анекдоты. Вот как у нас тут, например, про тёщу. Слышали об этом что-нибудь, да? То, что я знаю про бабушку, обычно бабушки ухаживают за своими внуками, и почти все дети любят своих бабушек. Ну, это все дети мира, 100%. Ну да, в Китае это более видно, заметно. Заметно, то есть почитание родителей. В китайском языке у всего около сотни фамилий, и чаще всего сталкиваемся примерно с такими фамилиями, как Ли и Ливан. Да, так и есть. Богатые люди в Китае нанимают двойников и отправляют их в тюрьму вместо себя, если это необходимо. Не знаю, я в тюрьме не был, так что об этом не знаю. Дай бог избежать, это учите абсолютно всем и каждому. Что интересного ещё можно сказать, то есть как бы ваши советы или рекомендации нашим телезрителям, которые когда-нибудь хотят отправиться? Мои рекомендации попробовать скоростной поезд. Так. Пока я путешествовал с одного города в другой, я даже видел города призраков. Реально, здания большие, но видно, что там никто не живёт. Чего себе? Скоростной поезд, честно, я не знаю, сколько это в евро, я знаю, это в юане. Да, в юане сколько? Да, 145 юаней, это дешёвый скоростной поезд. На нём можно путешествовать один день, неделю или два дня? Насколько он... А, я не знаю, зависит от... Вы сколько путешествовали? Я путешествовал только в одной провинции, где я жил, в Диангсу, но я ехал где-то от двух до четырёх часов. От двух до четырёх часов. Чем ещё впечатлило и поразило вас Китай? Можно сказать почти всё, потому что он совершенно отличается от всего мира. Люди, еда, даже, можно сказать, их культура. Это совершенно что-то новое. И если люди хотят посетить эту страну, лучше им, лучше нанять какого-то гида или найти какого-то друга, который живёт в Китае, потому что сами они не справятся. Их менталитет и их мир настолько разный, что они сами, к примеру, если будут гулять по городу, они не справятся. Скучаете по Китаю? Хотели бы вернуться, остаться жить? Может не жить, но, конечно, у меня там вырос большой лап и в этой стране, и я очень рад этому. Ну что ж, большое спасибо за то, что окунули в мир Китая. Дорогие друзья, сегодня у меня в гостях был Василий Сгардан, и мы попробовали побывать в Китае. Оставайтесь с нами на первом развлекательном. Субтитры сделал DimaTorzok